22 ноября в городе Петрозаводске состоялась беспрецедентная сессия Петрозаводского городского совета. На сессии был утвержден проект бюджета на 2020 год в сумме 7,5 миллиардов рублей. На такие бюджетные средства Петрозаводск еще никогда не жил. На самом деле сейчас только параметры бюджета были утверждены. Это, соответственно, статья расходов и статья доходов. Конечно же мы видим, что традиционный бюджет города Петрозаводска порядка 5 миллиардов рублей. Сейчас мы увидели порядка 7,5 миллиардов рублей. Но тут горожане должны понимать, что это деньги, которые идут в бюджет города Петрозаводска по национальным проектам. Это федеральные деньги, на которые сейчас ведутся работы по благоустройству города, по дорогам. И, соответственно, сейчас мы увидели вот это приблизительно такие цифры. Основная работа будет до 18 декабря, когда депутаты будут принимать бюджет города уже по статейной. Тогда мы будем понимать, на какие конкретно направления были выделены суммы и какие конкретно суммы были выделены. На самом деле бюджет бездефицитный сейчас у нас и социально ориентированный, как и в прежние годы. Конечно же, грандиозный проект подготовки столицы республики к столетнему юбилею образования республики Карелия. Миллиард 400 из республики Карелия к нам поступил на эти цели. Конечно же, это продолжение реализации шести национальных проектов на территории города Петрозаводска. Но, конечно же, бюджет города при этом должен быть обязательно социально ориентированным. Это также предусмотрено уже в параметрах бюджета, который сегодня утвердили депутаты. Он в большой части будет направлен на финансирование подведомственных муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта. Будут строиться объекты физической культуры и спорта, дошкольные организации, школа города. И при этом мы сохраняем социальные льготы и гарантии для малообеспеченных категорий в части бесплатного питания, либо льготного питания в образовательных организациях, компенсации за непредоставление места в дошкольных организациях. И, например, родительская плата на 20-й год для дошкольников, воспитанников детских садов останется на прежнем уровне. Важно отметить, что Петросовет начал работу не с вопроса бюджета, а с беспокойства о многодетных семьях. Для этой категории граждан предложено максимально снизить налог на землю. Также довольно-таки важное решение было принято депутатами городского совета поддержать инициативу главы республики Артура Игоряча Парфенчикова, а также депутатов законодательного собрания о снижении налога на землю для многодетных семей. Это решение также было принято в городе Петрозаводске. Как инициатива была по республике Карелия, по городу Петрозаводске то же самое сейчас приняли депутаты городского совета. Налог снижается практически максимально, поэтому минимальные выплаты будут по федеральному закону, не более того. Приятно осваивать столь грандиозные суммы, но уже на этой сессии депутаты предложили подумать о будущем. По крайней мере, об антимандальной защите объектов, что будут выстроены на федеральные деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!